Йоу! Привет, как твои дела? С тобой Дава Дым. И как ты видишь, этот огромный тюбик спейс-смоука, но на самом деле это спейс-смоук табака. Ребятки поняли, что на пасти далеко не уедешь, и решили попробовать себя в табаковарении. И ты скажешь, ммм, какая же там должна быть упаковка? Но всё очень просто. Ребята умудрились как-то из табака сделать какое-то говно. Вот так. Ну, ладно. Давай смотреть. Пришёл ко мне вот такой вот тюбик. Соответственно, тюбик-то не настоящий, да? Вы, думаю, это всё поняли. А внутри тюбика нас ждёт всё. Я поначалу подумал, спейс-смоук, бля, вы чё, серьёзно? А где табак? То есть в крышке у нас чашка, здесь у нас брошюрка, здесь у нас футболка не моего размера. Я такой думаю, а где табак? Думаю, блядь, хуй его знает где, бля. Короче, я потом только до меня допёрло, что нужно вытащить чашку, которую спейс-смоук рекомендует. И тут в крышке уже есть сам табак. Ну, собственно, вот так вот это выглядит. Вот такие вот маленькие пробнички, скорее всего, будут уже большие, либо они уже есть. Ну, давай разбираться. Привет, друг, мы долго держали это в секрете и рады, наконец-то, представить нашу первую линейку табака для коляна спейс-смоук табак. Рады видеть тебя в числе первых, кто попробует наш новый продукт. А? Ну, короче. Вот такие вот тюбики. Они акцизные, у них пока нет честного знака, но это как бы делов на пять минут, да? Я ещё не курил, поэтому мы будем курить это вместе с вами. Короче, смотрим. Ага, ага. У нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять тюбиков. И вкусы очень прикольные. Давай я лучше отсюда тебе их быстро зачитаю, прям просто быстро. Гранат, малина, груша, дюшес, земляника, лемонграсс, фисташковое мороженое, лесные ягоды, хвоя, мандарин, лайм, арбуз, дыня, турбопривет, ананасовые вафли, лимонад, байкал и драгонфрут и малина. Вот такие вот у нас есть вкусы, тырым-пырым. И как заявляет производитель, в одном тюбике у нас 30 плюс-минус 10 грамм, что очень странно. Типа, как бы плюс там 10 грамм, плюс 3 грамма, плюс 5 грамм, как бы нормально. Но когда у тебя в тюбике из 30 грамм минус 10 грамм, типа, ты такой думаешь, чего, блядь. Ладно там Осман, да, со своим табаком жестко не докладывает продукции. Прям почти в каждой пачке не хватает по 5 грамм табака. Но не суть, да, но как бы плюс. Плюс, ребятки, должен быть плюс, но если у вас будет там в пачке плюс-минус 10 грамм, если для вас это нихуя не значит, то до конечного потребителя это прям очень-очень много что значит. Короче, давайте попробуем бахнуть фисташковое мороженое. И я вам скажу так. Как заявляет производитель, здесь 30 грамм, и эти 30 грамм должно было хватить на 2 чашки. Табак запечатанный, чтобы все не вытекло. И самое интересное, что я примерно понимаю, сколько сюда грамм залезет обычного табачного листа, то сюда оно грамм 15-20 залезет в эту чашку. Комфортно. Но если это... Но если это будет в варенье, я просто не знаю. Ну ладно. Ребятки, субстанция, конечно, ну такая-ся. Короче, я выдавил ровно половину тюбика. Я, наверное, сейчас себя буду винить в том, что я не посмотрел какое-то видео. Короче, я вылил сюда половину тюбика, ну нихуя, блядь. Этого даже не хватит, чтобы это равномерно как-то размазать по стенкам. То есть я вот сейчас половину тюбика размажу по стенкам равномерно. И вы, наверное, поймете, про что я говорю. Спейс Мог. Ну, блядь. Я не знаю, кто у тебя там такой фантазер, что 30 грамм вот этого вот можно растянуть на две чашки. И тем более здесь чашка, которая рекомендована. Короче, примерно отступ в этой чашке сантиметр. Возможно, так и надо курить, типа да, потому что здесь все равно присутствует паста в любом случае. И табачный лист. Это как я прочитал в инсайдах, что это в принципе просто к пасте добавили какой-то процент табачного листа в виде скраба. И получили мы уже вот это. Тюбик у меня наполовину уже пустой. Я, короче, сделаю так, так как это у нас обзор, и я за это не платил, и как бы мне там не башляли. Да, мы выдавим весь тюбик, чтобы вы видели. Ну, где-то грамма два у меня осталось в самом тюбике. И это похоже на кошачье говно. Вот у кого есть кошка, и когда ваш кошак поносит, вы меня поймете. Это все коричневого оттенка. Такое прям поносливое, поносливое. Короче, эстетика пиздец. Кто слишком впечатлителен, то я не рекомендую. Короче, я вылил полностью весь тюбик, это 30 грамм, и у меня даже не перешло за грани вулкана в этой чашке. Ну, и также, конечно, скорее всего, производители рекомендуют все это курить на колауде. Но я колауд в последнее время не очень люблю, поэтому я по стариночке, наверное, захуярю все на фольге. И думаю, ничего плохого из этого не выйдет. Что хочу вкратце сказать. Я не знаю, на что производители нацеливались таким табаком. Я на самом деле ожидал что-то более классическое табачное, более классическое в упаковках. И самое главное, конечно же, чтобы в нем присутствовали аромки Space Mocha. Потому что у него есть некоторые аромки, которые просто были просто ебанутые. То есть настолько охуенными они у одного табачного производителя, либо чайного производителя не было. Ладненько, давайте я сейчас быстро все забью. Поставлю чашечку, и мы уже попробуем с вами раскурить все 30 грамм Space Mocha табака, который у нас со вкусом фисташкового мороженого. Я поставил угли, грею. Я знаю, что нужно бы погреть чуть подольше. Потому что был опыт уже работы со Space Mocha. Я был у них в офисе. Мы снимали пару обзоров, пару каких-то интервьюшек. И там всегда нужно было ждать. Я думаю, что табак не исключение. Поэтому немного давайте поговорим, вообще пофилософствуем. А нужно ли это? Кому это нужно? Дело не в том, что я какой-то консерватор из-за естественной вид табака, и тем более только на фольге последнее время. Дело не в этом. Я всегда только за новинки и прочее-прочее. Но почему нельзя было сделать нормальную упаковку? Или вы думаете, что Space Mocha? Да, это космический дым и идеология космической пасты, космического питания. Потому что все идет в таких тюбиках. Но не боится ли компания Space Mocha, что и их табак тоже потеряется на полках, потеряется следи других брендов, и также не будет продаваться буквально там полгода. Ладно. Выставка пройдет, и в июне, грубо говоря, про продукт через месяц многие уже просто забудут. Не боится ли компания этого? Почему нельзя было изначально отойти от этой идеи космического питания? Потому что Space Mocha просто Space Mocha и просто сделать табак уже более естественным. Почему я так говорю? Потому что у ребят есть технологии, есть мощности, есть бюджеты, есть как бы маркетинг, есть мозги в голове. И достаточно было бы этого всего, чтобы создать хороший продукт. Ладно, полетели. Сосни хуйца давы, никуда ты нахуй не летишь. Это твоя остановочка. Ждем дальше. Дождался, блядь, все. Теперь, ребятки, реально, поехали. Дым есть. И крепость есть. Немного першит, немного неприятно. Вкус чувствуется странно. Он реально как будто исчезает на каком-то среднем моменте. То есть, затянул вкус, чувствуешь, а потом он исчезает. Короче, надо прокурить больше, я думаю, вкуса. Возможно, хотя фисташковое мороженое, я его выбрал специально, потому что оно, в принципе, очень плотное по своей тональности вкуса. Нет, напиздел. Не крепко, бьет по горлу, а именно тяжело. Да, тяжесть. Есть тяжесть, но вот именно крепости и накуривания нет. Блядь. SpaceMock, я вас умоляю. Ребята, вы охуенные, ребята. Я вас знаю. Вы охуенные, пацаны. У вас есть мозги, блядь. У вас есть технологии. Ну, хватит заниматься этим. Блядь, сделайте охуенный настоящий классический продукт. Ну, что вы ухватились за эти тюбики? Серьезно. Ну, я больше чем уверен, ребят. Да, я начинаю подгорать, потому что я вроде бы в нем чувствую что-то охуительное. Я в нем чувствую, да, какой-то крутой аромат. Я в нем чувствую что-то прям очень такое, то, что нужно. Но не то, блядь, не то. Да, дым есть. Да, там дохуя времени грелось. Но крепость здесь искусственная. Больше тяжести. Больше тяжести, чем крепости. Оно подавливает немного горло. Но на моменте выдоха и 2-3 тяги обычного воздуха комнатного ты не чувствуешь больше то, что ты курил. Тебе охота затянуться заново. И когда ты затянулся заново, это повторяется. И ты такой, тупо, блядь, ну, блядь. Ладно. Короче, я примерно понял. Подводим итог. По одному вкусу, по продукту в целом. Тюбики. Спейсмок. Давайте как-то, я не знаю, ну, уже как бы поздно, наверное, сворачивать, да? Как бы уже повернули, блядь, в тот самый поворот. Ну, нихуя, это уже не актуалочка. Давайте будем честными. Да, это уже не актуалочка. И это будет ассоциироваться с спейсмоком, именно с пастой, которая не вызвала огромного резонанса и очень быстро потухла идея. Вы делаете эти самые же тюбики. Эту самую же, по факту, консистенцию, но с табаком. Но его по концове не так ярко чувствуется. Это больше та же самая паста, в которую добавили аромат табачного листа. Именно вот аромку сигары, да, вот аромку сигареты, как было вкус у Альфакера. Вот примерно то же. По факту, это осталась та же самая паста. Ну, нахуя наступать на эти грабли же, еще раз. Да, курица лучше, дымнее, да. Меньше каких-то противных моментов, но табака не чувствуется. Не чувствуется, что ты куришь табак. А здесь прямо написано спейсмок табака. И это все теряется. Вся идеология. Вот это все-все. Все время ожидания. Я вам, честно, ребят, скажу, я очень ждал спейсмок табака. Именно табак от ребят. Но я не думал, что он будет в этих тюбиках. Не думал. У меня как бы все. Ну, я не знаю. Решать вам. Всегда попробуйте. Будете в магазине. Оно явно сейчас во всех магазинах будет. Купите одну. И просто убедитесь в моих словах. Это был спейсмок. Это был подгоревший дава. Всем пока-пока.